Ребята, всем привет! С вами Александр и сегодня у нас на обзоре новое существо. Это очень древнее и важное для всей эволюции существо. В нашем мире это амфибия Акантостега. Акантостега это древнейшее четвероногое существо, одно из первых, которое начало отращивать лапу вместо плавников. Древнегреческого Акантостега переводится как шипастая крыша. Акантостеги это род ископаемых терапод, то есть четвероногих, живших в позднем Девоне, который начался примерно 419 и закончился 359 миллионов лет назад, то есть продлился 60 миллионов лет. И они являются промежуточным звеном между лопастеперами, рыбами и наземными позвоночными. Одни из первых хордовых, то бишь хорда это предшественник позвоночника, которые развили свои конечности. То есть это что-то среднее, то есть это наглядный пример эволюции, то есть как рыба превращалась в амфибию. Именно от такого рода животных, как Акантостега, появились все сухопутные животные. До них на земле были только растения, потом 450 миллионов лет назад к ним присоединились первые очленистоногие, которые пытались выйти из моря, пощупать пляж, так сказать, и потом аж 400 миллионов лет до нашей эры у насекомые. Собственно говоря, лопастеперые рыбы это класс костных рыб, то есть, ну, относятся к нашей обычной рыбы, относятся к тому же, в общем-то, семейству, классу. Известные были за 300-400 миллионов лет до нашей эры. От них произошли все хищники, в том числе и тирекс. Ну и конечно же человек, если верить в теории Дарвина. Современные лопастеперые рыбы относятся к двум отрядам. Это целокантообразные и рогозубообразные. Рогозубообразные это двоякодыщащие рыбы, всякие там и листые пригунчики и же с ними. Нас интересуют в этой ветке эволюции именно целоканты. Они долгое время считались вымершими в позднем юрском периоде, около 145 миллионов лет назад, ребята. Динозавры еще жили, а эти рыбы уже считались вымершими. Но в 1938 году научный мир потрясла новость о том, что в водах Южной Африки была поймана рыба, считавшая вымершей все эти миллионы лет назад предок всех наземных позвоночных Латимерия. То есть об этом можно почитать в книжке Элбе Смита «Старина четверонок», которая издавалась еще в Москве в 1962 году, ребятки, государственным издательством географической литературы. То есть латимерия это и есть целоканта, точнее род семейства латимериевых отряда целокантообразных. Единственный современный род костных рыб – животные ископаемые. То есть есть такие животные, которые прожили много-много миллионов лет назад, их называют животными ископаемые, которые там пережили динозавров и тому подобное. В настоящее время известно два вида латимерий. Это латимерия Чаламни, открытая в 1938 году, обитающая у восточного и южного побережья Африка, и латимерия Минадонсис, открытая и описанная в 1997-1999 годах возле острова Сулавеси в Индонезии. Окаменевший череп Акантостеги Ганери, именно так полностью звучит ее название, были обнаружены в Восточной Гренландии в 1933 году. Раньше, ребятки, то есть незадолго до открытия его предков, Латимерии. Однако описаны были они лишь в 1952 году Эриком Ярвиком, а в 1987 году Дженнифер Кларк были обнаружены новые фрагменты нескольких особей. Кости Акантостеги были найдены в древних речных отложениях, предполагается, что именно в реках эти животные и обитали. Стоит отметить, что Акантостега входит в отряд Ихтиостегилия, то есть является родственником Ихтиостеги. По сравнению с Акантостегой, череп Ихтиостеги выглядит более рыбообразным, то есть больше похож на рыбу. Однако ее передние конечности сильнее и лучше адаптированы к передвижению по земле, чем у Акантостеги. Ну и Ихтиостега была существенно крупнее, она достигала до полтора метра. А Акантостега предположительно была всего лишь 60 сантиметров. Ее конечности передней лапки, то есть не имелись запястья, что говорит о крайне низкой приспособленности к передвижению по суше. И на каждой из конечностей насчитывалось 8 пальцев. Строение скелета указывает на наличие внутренних жабр, слабые конечности, которые не могли бы выдержать вес животного, и короткие ребра, на которые она также не могла опираться, говорят о его преимущественно водном образе жизни. То есть это такая вот полурыба, которая там пыталась наверное высунуть нос там или что-то подобрать с берега, но вряд ли могла по нему сколь-нибудь долго передвигаться. Иначе бы она просто из-за недоразвитых ребер задохнулась, лежа на животе и просто не могла бы дышать. Питалась она скорее всего рыбами и насекомыми, которые появились не так уж задолго до нее на суше. Акантостеги вероятнее всего хватали зубами свою рыбу, червей, другую мелкую водную живность и возможно букаши, которые ползали по суше. Ну а теперь давайте прокачаем это животное. Привет еще раз ребяточки, кто к нам присоединился только в этот момент, да и просто так привет. В общем-то так выглядит наша Акантостегия в мире южского периода. Сейчас мы ее будем прокачивать на 40 уровень, но для начала давайте сравним с информацией, которую мы уже знаем. Так, Акантостегия является одним из первых хордовых животных, развивших конечности. Это означает, что они являются важным шагом в развитии отводных животных к наземным. Но это то, собственно говоря, о чем я вам и рассказывал. Так, это существо длиной примерно 60 сантиметров, жило 360 миллионов лет назад. Получается, что оно где-то 276 миллионов лет старше динозавра. Примерно на 276. Так, эволюция номер 3. Большую часть времени Акантостега проводила в воде, но добычу ловила у берега. Она стала первым водным существом, которое вело охоту на суше. Скажем так, на берегу ходить она вряд ли могла. Как мы знаем, рёбер не было, лапы были очень слабые даже по сравнению с их Теостегой. Вот так вот. Так, ну что, ребятки. Давайте посмотрим. Вот так вот она выглядит на 10 уровне. Вот так вот на 20. Ну, слабенько-слабенько. Вот так вот на 30 уровне. Так, давайте сделаем сейчас ещё... Не, ничего нам не поможет. Пойдём сейчас сразу подерёмся, как вы считаете, да? По нашей традиции. Пойдём подерёмся. У нас, кстати, новый турнирчик начался. Это хорошо. А, через час начнётся, чёрт. Я думал уже начать тут сражаться. Жаль, 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 жаль. Так, блин, вот здесь фильтров нет. Кстати, у нас уже изменения появились. Я там в магазине уже можно фильтровать динозавров по редкости, по стоимости генов. В общем, там много чего можно выбирать. Довольно забавно. Ну, ё-моё, а Кантостега... М-м-м... М-м-м... Да... М-м... Так вот, 30. Ищем фиолетовое существо. Две штуки. Ютиранос нет, не подходит. Вот, две Кантостеги. Так, и она сейчас у нас находится, кстати, 30-ая Кантостега на уровне Сарказуха. Ну, я бы сказал, что она уступает ему всё-таки. Хоть у неё удары выше, но жизнь существенно меньше. Вот, ну, на уровне Ихтиостеги, да. Хотя, видите, как получается у нас Ихтиостега у нас в два раза больше, чем Акантостега. И помощнее у неё, лапки были покрепче. А у нас она послабее. Ну, это такое, мелочи. Так, три амфибии. Посмотрим, нас сейчас могут легко наказать каким-то летозаврам. Ну, например, у Даптеранодоном. И только один хищник. Это, конечно, нам не на руку. Он сейчас подменится, естественно. Нет, не подменился. А, ну, у нас тут очень мало жизни. В принципе, нам нужно, чтобы он подменился. Желательно. Так, он накапливается, противник наш. Ну, а дальше защищаться опасно. Давай уже, футболист, не ссы, атакуй нас. Пять. Красавчик. Так, ну, вот сейчас на Астаптикозавре он точно должен подмениться. Надеюсь, футболисты знают, что птерозавры против амфибии имеют бонус. Ну, птеранодон. Не, ну, самый сильный здесь Астаптикозаврный. Хотя нет, гибрид был самым сильным. Но птеранодон. В принципе, здесь все противники плюс-минус вровень. Вот он подменился. У него осталось сколько? Два, чувачка? Нет, аууууу. Пробили. Ха, это был наш самый большой угроз. А это так, пушечное мясо. Большой шкаф, который громко упадет. Наша 60-ти сантиметровая Кантастега сейчас сожрет Астаптикозавра. Ну, это так же самое, как и в фильме Мирюрского периода, да, велоцираптор, который был в высоту тех сантиметров каких-то 40-50. Весил там с натяжкой там 20-30 килограмм, да, нам показывает, что он там чуть ли не там 200 килограмм бегает. И высотой больше двух метров. Это совсем не велоцираптор, это Ютораптор. Самый крупный раптор. Это такой великий обман серии игр Парки Мирюрского периода. Так, это мы, ребятки, и сделали. Давайте сейчас, кстати, заглянем в гамань. Здесь есть такая вот прекрасная сделочка. Как на шару получить почти 4000 генов. А вот так вот. Сейчас мы тут по Береку все восстановим. Так, и вот так. А вот наша тут Акантостега. Так, давайте сейчас мы переключимся на более жирную. Подождите, у нас показывается, вот, показывается именно тот уровень динозавра, который мы выбрали. Вот так. Микропозаврик здесь отдыхает. Вот это классный капразух, они мне очень нравятся. Так. Пастазух не очень нравится мне. Давайте так, еще амфибии просто глянем, какие у нас амфибии в парке есть. Да. Давайте на него поглядим. Ну, красавчик вообще, реально, крокодил-собака. Такой подвижный крокодил. Так. Крокодил Аморф Сарказух. Который не крокодил, но очень на него похож. Так. Один из моих любимых амфибий. Так. Астегоцефал. Ну, это самый, самый ранний амфибий, который нам дается. Амфибий. Ихтиостега тоже одна из самых первых. Плавники нарисовали. Нунда Зух. Он у меня, по-моему, появился вместе с Копрозухом. Ну. Но у него мало жизни. Главная фишка Копрозуха, это то, что у него очень большой уровень жизни, как для своего уровня. Так. А вот наши микропозавры. Вообще не похож на крокодила. Совсем никак не похож. Да. Метриал. У нас был метриаринг, но я уже переместил его в инкубатор. Ну, у нас еще есть тут крутозавр. Так. На, давайте покормим крутозаврик одного. На, давайте двоих покормим. Так. Надеюсь, у меня хватит еды. Там 70 миллионов. Ну, я только накопил немножко еды. Да. Ну, крутозавр мне напоминает вот эту вот шестиногую собачку из фильма... Как же? Я даже видео когда-то рисовал картинку. Кто, ребята, кто найдет видео, на которое превьюшка, вот, нарисовано вот то существо, про которое я сейчас подумал? Там события на Марсе происходили. Кто напишет название того видео в комментариях? Проверим вашу разыскную детективную работу. Так, ну, а мы тогда возвращаемся к нашей Акантостеге. Давайте ее будем... У меня, то есть, одна даже лишняя получилась, да? Ну, ладно. Сделаем сейчас 30-ю. И потом качнем на 40-й уровень и пойдем сражаться. Посмотрим, какие у нее будут показатели. Ну, она явно будет намного круче... Сарказуха. Ну, мы это проверим. Так, ну, и давайте будем эволюционировать. Так, становится более темным цветом и, наверное, гребень появится у нее. Вот так вот. Вот так вот. Оригинальный цвет у нашей амфибии, как какой-то геккон. У нас гекконы, да, всякие вараноподобные, они обычно некрасивые ящерицы. А вот гекконы у нас бывают, да, вот таких вот ярких цветов всякие. Красные, черные, желтые и тому подобное. Так, ну вот, давайте посчитаем, сколько у нас здесь пальцев. У нас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ребята, вообще, ну, на задней лапе четко восемь считается. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, будем считать тоже где-то там восьмой не видно. Все, как пишет книжка, ребята. Истинная амфибия Кантостега. Один из первых, из первых существ, которое вышло на сушу. Ну, скорее всего, питался, да, всякими там червячками и рыбкой. И изредка мог высунуть нос на берег и сажать там какую-то пробегающую мимо букашку. Потому что явно угнаться за кем-то это существо не могло. Оно и дышало-то с трудом на суше. Так, Кантостеги обитали на мелководе и олицетворяли собой эволюционные переходы от рыб к амфибии. И это говорит о том, что мелководные животные являются предками амфибий. Ну да, вот так. Ну что, идем сражаться, ребятки. Вот так. Давайте посмотрим, где она у нас здесь находится. Я даже не обратил внимания, какие у нее показатели были. Вот наша Кантостега. Она рядом с синим Ютиранусом. Так, допустим, Ютиранус, если там будут амфибии, у нас есть ли какой-то... Ну, синего литвуна у нас точно нет. Хотя нет, смотрите, Зухариптер, у нас будет команда синих. Опа! Ну, такие, сине-фиолетовые. Вот команда зеленых, смотрите, Мегалозавр, Гиганоцефал. Ну, Эрликозавр, например. Кстати, команде синих можно еще и Метриалонга приписать. И Стега Цератовса. Ну, Метриалонг, так вообще, как бы, родственник амфибии. Ну, ладно, погнали. Погнали, ребятки. Кто нам попадется в противники? Так, 800, 800, 600. 800, 800, 700. Вот так вот. Запомнили силу удара. Давайте все-таки подменимся. У него нету литвуна. Он сейчас травоядного выставит. Черт, а Канта Стега слабая. Ну, в смысле, по показателям. Так, я сейчас тут доменяюсь. Так нельзя вообще-то делать. Это я ерундой какой-то занялся. Сейчас травоядный меня завалит за два удара. Ну, нет, за два не сможет. Это хоть что-то радует. Ладно, нам нужно как-то баллы наши восстанавливать. Приносим жертву Зухариптора. Хотя он тут самый сильный, наверное, у меня. Так, ну, три укуса нужно делать. Раз, два, три. Раз, два. Надеюсь, выживем. Ему придется подмениться все-таки, я думаю. Потому что с Супрано-Титаном воевать явно. Короче, знаете, Супрано-Титан, на кого похож? Раз, два, три. Кто угадал? На вас Татазавр. Реально. Короткие, жирные лапы. Вастатазавр. Реально похож. А кто не посмотрел видео, немедленно смотреть видео. Там нужно набрать, ребята, 2000 лайков. Там еще 1000 даже нет. Надо, ребята, постараться. Вастатазавра пролайкать всем обязательно. Раз, два и три. Думаю, хватит. Вообще легко хватило. Наша Канто Стега. Синий победил Фиолетовый. Крутозаврик проиграл. Хотя у нас тоже Фиолетового много. Супрано-Титан тоже у нас Синий. У нас, кстати, команда Синий-Фиолетовый у противника тоже. Так, и Зеленая Пузо. Так, ну и что? Давай Ютира у нас против Супрано-Титана. Кто кого? Конечно же мы его. Атака на 8. Порви их, пернатый друг наш. Ну, кстати, да. То есть, ученые пришли к выводу, что у Тираннозавра перьев, скорее всего, не было. Если было, то их всего лишь пару штук. А вот Ютира у нас был пернатым все-таки. Ну да. Мне вообще не хочется видеть Тираннозавра в перьях. Это какая-то ересь. Так, вот такие вот у нас были, ребятки, дела. Давайте соберем еду, поставим задание. Давайте еще здесь что-то заберем. Вот я вчера рекламку смотрел. Так, ну не надо мне эти монетки. Вообще никак не надо. Так, ну ладно. О, за гены. О, 500 генов, ребята. О, я сейчас буду смотреть рекламу. Сейчас буду смотреть рекламу. Так что не пропускайте такие возможности. Всем, кому понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, чтобы таких видео побольше. Я стараюсь каждую субботу сейчас делать такое видео. Ну, по мере возможностей и времени, ребята. А, вот я соврал. Вот наш Метриаринг. Ребятки, давайте посмотрим еще на Метриаринха. Очень похож на крокодила, да. А у него там геозавр, его родственник, который у нас находится вообще там в водном парке. Тоже очень похож на крокодила. Вот такой вот. И еще нашего гавиалоподобное существо. Вот при назух. Вот так вот. Ну, теперь точно показал все, что хотел. Ставим лайк и до скорых встреч. Всем пока.